Ну, были виды спорта другие, там какой-то теннис был, баскетбол был, но бег был, прыжки, но это все было второстепенно и там было рядом с футболом, но в основном был футбол и уже отдельно от футбола, там дополнительно что-то шло, но сразу было понимание, что вот только футбол будет. Тебя кто-то из родителей так настроил? Папа, он сам баскетбол играл раньше и сказал, выбирай что хочешь, мне понравился там мяч футбольный, еще, наверное, с малых лет я мяч гонял, бегал и так оно пошло-пошло, потом сразу же как пошел в школу спортивную в Черноморец и вот с этого все и пошло, что понравился футбол и уже там не интересовалось что-то другое. Ну на тот момент Зидан, Роналдинио, потом Роналду стал, Крещану, вот наверно они. Ну да, у всех по-разному, но я как-то поздно сам заиграл именно футбол на высоком уровне, в 22, там почти 23 в премьер-лигу попал, в команду премьер-лиги, а до этого, ну, пытался, старался, вторая лига ФНЛ и вот как-то так дорос, ну, как можно сказать, позднее созревание было, вот так. Техника, дриблинг, скорость, удар, наверное, в этой части, да, это вот самое основное. Также читал, что у тебя есть фишка, это пассы и пятка, да, это так случайно или? Ну, получается, да, два пасса прошло за последние, там, два года, по-моему, ну, ну, и так на тренках тоже бывает, и так получается эффектно и эффективно, но не всегда, и это так особо не наработаешь этот скилл, но бывает проходит. Блин, ну сейчас я с последнего, потому что последний месяц девушка живет в Новороссийске, не смогла доехать до меня, когда все закрылось, аэропорт и так далее, и сейчас компьютерные игры были, последний месяц с ребятами собирались постоянно, и толпой играли вместе в Дота, Контер-Страйк, ну и всякие такие, типа, Ведьмак, что-то такое. Против Бразилии, наверное, пока там еще и Неймар есть, и, в принципе, против бразильцев. Мы играли в детстве за Чертанова на турнире в Японии, тогда у нас 5-0, по-моему, выиграли бразильцы, ну, и тогда было тяжело, но интересно, и я думаю, если в таком возрасте сыграть, было бы не менее интересно. Венисиус из Реала. Ну, Роналду, понятно, но сейчас уже меньше, но именно прям по позиции – это Венисиус. И МБП. МБП – это топ-1. Да я даже не знаю, как так сказать. Оно все вместе идет, и когда-то что-то нравится, когда там рано утром тренировка, иногда не хочется просыпаться, но надо. А, в принципе, весь тренировочный процесс, все интересно, все, особенно когда с мячом. Там есть тренажерка тоже, ты можешь зайти, когда-то нормально, спокойно потренировался, все. А иногда там бывают дни, когда не хочется, или там тяжело, или не выспался, опять же, или еще что-то бывает такое. А так, в принципе, все, что на поле, все с мячом, все всегда нравится, и я только за такие тренировки. Всегда, вообще всегда, где-то мы, если команда собираемся, сидим в ресторане, или там где-то ты заходишь, что-то нужно кому-то что-то купить, или просто заходишь, вот, ну, нужен паспорт, и на меня так смотрят всегда. Ты куда вообще зашел, показывай паспорт. Я показываю, все такие, ого, нифига себе. Не знаю, но главное не подстричь все на лысо, это самое главное. А так, не знаю, ну, покраситься бы тоже, даже не знаю, в какой цвет, вообще без разницы. Зарубежную, всю зарубежную русскую, вообще, у меня прям, прям, ни одной песни нету. А так, слушаю вообще, в принципе, все, меломан. Потому что папа у меня слушает, там, у него свой репертуар. Брат у меня раньше, когда жил с папой и вот с братьями, они там слушали свою музыку, типа Король Шут, Пикник и вот такое. Вот, папа что-то зарубежное, вообще из тех годов, прям, давних-давних. Я сам слушаю иностранное все, все зарубежное. Ну, больше рэп и вот что-то такое. И вот, получается, что все равно русское, стараюсь, нет, не слушать. Ну, только вот там какие-то Пугачевы и так далее, Киркоровы, это может послушать, ну, потому что там родители слушают или еще кто-то. А так, в основном, русское, ничего нет. Да я вообще не был на концертах, кстати, по-моему, ни разу. Хотел бы сходить на Криса Брауна, это Америка, но это из части невозможного. Ну, это такая, типа, мини-мечта. Не очень себя чувствовал, когда вот в фильмах волна огромная идет, короче, и сносится вот именно вот это, вот этот момент. А остальное, нет такого ничего, вспомнить не могу. Блин, ну, мне посчастливилось так много где побывать, ну, не много где, но в таких разных частях нашей планеты. Но хотел бы, хотел бы, хотел бы в Египте пирамиды посмотреть, потому что не было там. И где-нибудь в Южной Америке, хотя в Мексике тоже был, ну, куда-нибудь туда, в Южную Америку. В Новозеландии, может быть, горы какие-то вот эти нереальные, с черными песочными пляжами. Я уже мало помню, конечно, пистые поездки. Ну, в Японию мы ездили тоже в Чертаново, нам было там лет вот 13-14, по-моему, что-то такое. Может, даже меньше, не помню. Ну, вот просто сама страна, как мы туда приехали, все люди, вся вот эта технологичная страна, на тот момент казалось, что вообще супер-вау в детстве, и было круто. Да, это якорь. Сейчас все в основном думают, что, типа, это я якорь. Ну, тоже можно так подумать. Это папе, потому что он моряк в бывшем. Раньше занимался, ну, ходил в рейсы. Вот, закончил, когда я уже, я родился, и он уже перестал ходить в рейсы. И на руке есть, на плече, но там просто плечо забито, грубо говоря. Но там особо без смысла. В сборной, не знаю, в сборной пока без номера. В клубе. Ну, 17-й всегда как-то нравился, 7-й, 17-й и что-то с семеркой. Это вот все от Криштиана пошло, когда он тоже 17-й, 7-й. И вот, и как-то тоже с детства 17-й нравился. Ей в детстве под ним играл, и сейчас в крыльях так же играю. Не, нет. Все, я постоянно об этом думаю, но сколько я забиваю, мне оно не нужно пока что. Ну, когда ты забил последний, как отпраздновал? Да никак, меня сразу подбежал Глен Бэйл и поднял на руки. Я так повернулся, он меня уже поднимает, поэтому я ничего не успел даже сделать. Ну, футбольный – это сыграть в Лиге чемпионов и сыграть за сборную. Это две, наверное, цели, которые, я думаю, ставит перед собой каждый футболист. И хотел бы оказаться и в Лиге чемпионов, услышать Гин, сыграть на стадионах с хорошими командами. А за сборную, ну, это, я думаю, вообще каждый футболист хочет сыграть за свою страну, выступить на каком-то чемпионате. Сейчас, конечно, это тяжело все представить, но будем надеяться, что это все будет возможно в ближайшем будущем. А не футбольные, ну, пускай будет одна футбольная и все.